Всем привет! На прошлой неделе завершился, пожалуй, самый резонансный судебный процесс последних лет дело Джонни Деппа против таблоида Сан и своей бывшей жены Эмбер Хёрд. И пока весь мир ожидает решения британского судьи, которая и поставит точку в данном деле. Сама же Эмбер в конце слушаний произнесла целую речь, обращенную к ее поклонникам и вообще людям, где актриса со слезами на глазах говорила о всех тяготах, что ей пришлось перенести, и о том, какой удар все это произвело по ней лично. И вы знаете, мне захотелось более подробно узнать, кто же такая на самом деле Эмбер Хёрд, как развивалась ее карьера до встречи с Джонни Деппом и что отношения со всемирно известным актером дали ей. А также на самом ли деле у Эмбер был план уничтожить карьеру Джонни и уничтожила ли она при этом свою собственную карьеру. Сегодня будет интересно. Итак, кто же такая Эмбер Хёрд? Потому что я лично до громких тяжб с Джонни Деппом и вовсе толком не слышал такого имени. Что ж, на данное время актрисе 34 года, она родилась и выросла в Техасе, в пригороде Остина, причем семья Эмбер придерживалась очень строгих католических взглядов, может поэтому, вырвавшись на волю, Эмбер пустилась во все тяжкие. Как бы там ни было, начинала будущая знаменитость, как многие ее коллеги по цеху, со школьных постановок и спектаклей, а также съемок, например, в рекламе. Впрочем, уже очень скоро Эмбер Хёрд этого стало мало и она, объявив себя атеисткой, уехала в Нью-Йорк, где начала карьеру модели. А еще немного позже в Лос-Анджелес, куда Хёрд рванула в надежде попытать счастье актрисы. Правда, нельзя сказать, что прямо Эмбер Хёрд тут же стала восходящей звездой, как, например, ее ровесницы Линдси Лохан или Меган Фокс. Нет, профессиональная дорожка Эмбер Хёрд была куда более тернистая и, честно говоря, мне лично кажется, что именно Джонни Депп и отношения с ним позволили этой актрисе попасть в список звезд первого дивизиона. Но об этом позже. Короче говоря, в период между 2004 и 2010 годами, будущая бывшая Джонни пыталась как могла зацепиться за киноиндустрию, но все эти попытки не сказать, что были уж очень успешными. В общем, карьера ее разворачивалась весьма посредственно с участием в средних фильмах, которые близко нельзя сравнить с тем невероятным действием, что происходит в Викингах. Ведь Викинги — это потрясающая многопользовательская онлайн-стратегия, в которую же сейчас рубится более 20 миллионов игроков со всего мира. Пришло время и тебе примерить на себя роль великого военачальника и сразиться с другими ярлами. Меня лично всегда поражала воистину безграничная свобода действия в этой игре. Сам тренируешь свои армии, посылаешь их в походы и возглавляешь суровые штурмы. Все это есть в Викингах, наряду с потрясающей графикой и постоянными обновлениями. Выбор воинов здесь тоже впечатляет, более того, для них ты можешь даже сам создавать оружие. Ну а для тех, кто не слишком склонен к воинам и предпочитает мирную жизнь, Викинги предоставляют возможность взойти на вершину при помощи ремесел, торговли и хитрой стратегии. Кстати, это то, что мне лично тоже очень нравится, ведь тебе никто не говорит, что ты должен делать, А игра дает каждому шанс проявить себя по полной. Тем более, что сейчас еще и проходит крутейший конкурс. Двое счастливчиков, достигших максимального уровня дворца до конца августа, Среди остальных участников смогут выиграть MacBook Pro, а также новенький iPad и клавиатуру к нему. А сам розыгрыш состоится 3 сентября. Так что качайте викингов именно по моим ссылкам в описании и станьте героями захватывающих событий в мире викингов. И вот, наконец, в 2011-м Хёрд таки вытащила свой счастливый лотерейный билет. Хотя, сейчас, конечно, она, небось, говорит совсем иначе. Но, как бы там ни было, именно в 2011-м году выходит фильм «Ромовый дневник», где 25-летняя Эмбер Хёрд попадает в компанию маститого старожила Голливуда Джонни Деппа. Как раз на съемках «Ромового дневника» зародились отношения пары, которые позже привели к роману и браку, а еще расставанию одного из самых крепких звездных союзов Джонни Деппа и Ванессы Паради. И знаете, кто бы что сейчас ни говорил, но по странному стечению обстоятельств, именно после отношений с Джонни и их женитьбы, карьера Эмбер Хёрд резко идет в гору. И пускай сейчас актриса рассказывает, мол, Джонни вел себя неадекват, наревновал ее ко всем партнерам по съемкам и чуть ли не старался угробить ее актерское будущее. Факты говорят о другом. Потому что именно в 2015-м Хёрд снимается в очень успешном фильме «Супермайки XXL» и «Оскароносной девушки из Дании», а уже в 2016-м ее приглашают в киновселенную DC с участием в 2017-м году в Лиге справедливости, а также уже в 2018-м в «Аквамане». Хотя, конечно, можно сказать «Стоп, на тот момент Эмбер Хёрд и Джонни Депп уже разошлись», но вот тут-то как раз и начинается самое интересное. Ведь дело в том, что Эмбер Хёрд на самом деле по максимуму пыталась выжать отношения с голливудской звездой. И помимо явно недосказанного, но очень показательного скачка в ее профессиональной карьере, например, та же бывшая помощница актрисы говорила о том, что ее экс-босс пыталась просто копировать стиль Джонни как в поведении, так и в быту, везде, где только можно, спешила заявить о том, что она встречается с мировой знаменитостью, требовала себе, как подруге звезды и восходящей селебрити халявную дизайнерскую одежду и так далее. И да, сейчас в это, может быть, верится с трудом, но развод и вся шумиха, связанная с ним, а также образ жертвы, очень сильно подстегнули и так получившую стартовый толчок от Деппа карьеру его недолгой супруги. Ведь к тому моменту во многом благодаря Джонни имя его экс-жены стало довольно известным в киношных кругах. А когда она в 2016 объявила себя несчастной жертвой, мир и в том числе киноиндустрия не только ринулись ей на помощь, но и поспешили продвигать бедняжку Эмбер еще более активно. Не зря же 2015-2016 годы, например, ресурс Индепендент назвал переломными в ее карьере. 2015-й, как начало активного лобби своей молодой жены со стороны Джонни, а уже 2016-й, когда эта же юная и ловкая особа отправилась, так скажем, в свободное плавание. Не зря же управляющая Карибским поместьем актеров вспомнила на недавнем суде части ссоры звездной пары, когда Эмберхерт кричала на тот момент еще мужу, что она разрушит его карьеру, она всегда получает то, что хочет, ну и так далее. И в самом деле, DC сперва поспешили взять Эмберхерт в свою Лигу справедливости, а затем и вовсе выделить для нее главную женскую роль вместе с Джейсоном Мамуа в фильме «Аквамен», который стал на данное время самым кассовым кинопроектом от DC и принес Эмберхерт еще большую популярность. Тогда же, в 2017-м, транснациональный гигант Лореаль объявил Эмберхерт своим новым представителем по всему миру, назвав ее бесстрашной, остроумной и мудрой женщиной, которая бросила вызов определениям и отвергла стереотипы. Конечно, можно сказать, что это простое совпадение, но вот что-то мне подсказывает, что Лореаль тоже решили лишний раз пропиариться, показав, как они поддерживают несчастную жертву, образ которой выстроила вокруг себя Эмберхерт. В декабре 2018 года она же была назначена послом Американского союза гражданских свобод по правам женщин, а еще в том же году Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека назначило Хёрд победителем в компании за защиту прав человека. Ну то есть, смотрите, всего за каких-то 2-3 года из подающей надежды, но все же не хватающей звезд неба актрисы, Эмберхерт превратилась не только в звезду мировой величины, но еще и в настоящий символ борьбы женщин за свои права и идол для многих, гражданина мира и так далее. Тут же можно вспомнить и участие ее в инициативе MeToo и прочее. Конечно, можно сказать, что так просто легли карты, но честно говоря, как-то со стороны создается впечатление, что ловкая молодая актриса просто очень хитро воспользовалась сложившейся ситуацией и сумела выстроить все так, что на почти что разваленных карьеры Джонни Деппа она наоборот воспарила в лучах славы. Но, увы и ах, так вечно длиться не могло, и так хорошо складывающаяся для Эмберхерт ситуация стала рушиться просто на глазах, начиная уже с этого года. А что же теперь говорит обо всем этом Эмберхерт, давайте приведем небольшой отрывок из ее речи по завершению слушаний в Лондоне. Я хотела жить дальше, я не хотела этого иска, и несмотря на его значимость, я предпочла бы не быть в суде. Для меня было очень болезненно рассказывать о разрыве, видеть, как мои мотивы и мою правду ставят под сомнение, и делиться в суде и со всем миром самыми травматичными деталями моей с Джонни жизни. Я отстаиваю свои показания и верю в британское правосудие. То есть, как вы можете видеть, сейчас Эмберхерт уже вовсе не так воодушевлена, как ранее. Но что же случилось за этих полгода? А случилось одно очень простое событие, которое называется в народе эффект бумеранга. Не зря же в суде приводили слова Эмберхерт, которые она в гневе кричала своему тогда еще мужу, мол, он старый и толстый, а его карьере скоро конец, и он закончит свою жизнь в одиночестве и все прочее. Так вот, увы и ах, карма просто-напросто начала настигать Эмберхерт. Ведь уверен, большинство из вас уже в курсе, что после разворота общественного мнения, те же Warner Brothers, которые чуть не выгнали Деппа из фантастических тварей, по слухам, поспешили откреститься уже от Эмберхерт, ранее пользовавшиеся титулом чуть ли не святой. Так что участие актрисы во втором Аквамане, а это помимо всего прочего, еще и по предварительной информации, около 7 миллионов долларов, сейчас под большим вопросом. Как и вообще участие Эмбер в любых других проектах Warner'ов, ведь она попросту сейчас попала в черный список. Да что там говорить, давайте послушаем слова самой Эмберхерт, которыми она описывает нынешнюю свою ситуацию. После моего широко растиражированного расставания с Джонни, я прочитала в средствах массовой информации сообщения о том, что являюсь жертвой домашнего насилия. Сразу от меня ремарка, что информация подается таким образом, как будто эти же средства получили данную информацию не от самой Эмберхерт. В ответ многие люди называли меня лгуньей, даже не слыша мою историю. Меня исключили из мировой моды, предстоящих компаний-брендов. Я потеряла часть фильмов, в которых меня уже снимали. Люди, с которыми я никогда не встречалась и не говорила с ними, угрожали мне. Я получала так много угроз, что мне приходилось постоянно менять свой номер телефона почти каждую неделю. В общем, как вы понимаете, не сахар. И хотя, кстати, Лореаль пока что еще не разорвали свой контракт с Эмберхерт официально, и наоборот поместили показательно ее в свою недавнюю промо-компанию, источники близкие к индустрии говорят о том, что это только вопрос времени. То же самое и по поводу съемок. Да, скорее всего, Ворнеры такие не будут работать с Эмбер во втором Аквамене, но самое страшное для нее даже не это, а то, что несмотря на решение суда в ту или иную сторону, имя актрисы все глубже утопает в черных списках мировых киностудий. К слову, то же самое сейчас происходит и с Джонни Деппом, потому что грязные детали их совместной жизни гробят на данное время карьеры обоих сторон. Вот только если благодаря своему авторитету и заработанному десятилетиями имени Депп, скорее всего, таки сможет выдержать удар, то вот что касается его экс-жены, я бы не был так уверен. Итого получается, что карьера и даже жизнь Эмберхерт сейчас летят в тартероры, во многом просто являясь отложенным эффектом ее же действий пары лет назад. Потому что даже если на секунду представить, что Эмберхерт говорит правду, хотя мне в это не очень верится, все равно множественные показания свидетелей явно дают понять, что Ангелом она уж точно не была и проявляла не меньше, а часто даже больше агрессии по отношению к своему экс-мужу, при этом еще и бесцеремонно пользуясь всеми плюсами своего положения. К тому же на суде выяснилось, что и по отношению к своей младшей сестре, а также бывшей партнерше, Эмбер применяла физическое воздействие. Поэтому пытаться выставить себя единосторонней жертвой, которой все должны и вытаскивать свою карьеру тем, что ты топишь другого человека, все это на данное время и вылазит Эмбербоком. Итого по факту мы с вами видим актрису, которая просто-напросто в один момент заигралась настолько, что не сумела удержать берега и улетела в пучину своих же скандалов. Можно ли говорить, что Эмбер все это заслужила? Ну, я конечно не судья, он свое решение еще не вынес, мне лично кажется как минимум отчасти все-таки да. Что же касается дальнейшего, то на ближайшее время, как мне кажется, карьера Эмбер Херд обречена, а дальше все будет зависеть от исхода их с Джонни Тяжп. Если суд признает, что актер не виновен и бывшая его оклеветала, попомните тогда мои слова, с ней даже в один туалет в Голливуде никто не зайдет. Если же, например, вдруг суд скажет, что Херд в самом деле говорит правду, репутация от этого у нее, конечно, полностью не очистится, но, скажем так, хотя бы появится шанс. Ну что ж, наверное, на этом я буду на сегодня с вами прощаться, уступаю теперь вам место в комментариях, пишите, что думаете, а также ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!